В 25 километрах от Пскова, среди бескрайних вод Псковского озера, находится Талабский архипелаг. Испокон веков здесь жили воины и рыбаки. Существует несколько версий происхождения этого названия. По одной из них он назван по имени первопоселенца Тала, рыбака из племени Чуть. Вторая версия связана со схожестью между словом Талабск и финно-угорским Тала, дом строения. И, наконец, третья версия обращает наше внимание на схожесть названия Талабских островов с именем впадающей напротив них речки Толбецы. Состоит архипелаг из трех островов, каждый из которых уникален. Остров имени Белого до 1919 года остров Верхний, остров имени Залито до 1919 года остров Талабск и остров Талабенец. Нам удалось посетить два острова Залито и Верхний. Все три острова образовались 10-12 тысяч лет назад. Талабский народ почти всегда был обеспечен, помогало богатой рыбой озеро. Острова издревле считались одним из центров православной веры. Но главным занятием островитян было рыболовство. Знаменитый Псковский сниток ловили в огромных количествах и отправляли в Петербург, Москву, Ригу и Варшаву. В доле первой береговой линии стояли так называемые купеческие дома. Два дома мы сегодня видим. Вот из красного кирпича дом, из белого. Это так называемые архитектурные памятники 19 века. Все, что осталось от царской России. На острове Залито когда-то был царский сад. Первые деревья в саду появились в начале 19 века при правлении Александра I. Именно в те времена острова стали называться Александровским посадом, так как рыбаки отсылали выловленную рыбу царской семье. И тогда для укрепления берега, чтобы остров не размывала и не рушилась церковь, построенная на самом краю, жители стали высаживать деревья вдоль берега. На острове Залито находится храм, возведенный во имя святителя Николая Чудотворца. Его первые упоминания датируются 1583-1587 годами. Первый храм, построенный на этом месте, был деревянным и строился силами местных рыбаков. Позднее, в 1792 году, его перестроили с использованием традиционного псковского строительного материала, известняковой плиты. Настоятелем этого храма 44 года служил отец Николай Гурьянов, прозорливец и светлого духа старец, которому за поддержкой и укреплением духовным ехали со всей страны. Мама, да, у Васильева тетя, она его спасала во время войны, она рядом, мама похоронена, посмотрела, где дальше. Он жил здесь с ней после военного времени, он приехал сюда, также дом построил, все деревья на кладбище и бачку. 24 августа 2002 года отца Николая не стало, но паломники едут на остров, чтобы поклониться его могиле и, помолившись в краме, обрести дух и веру. Заповедные места острова Белого всегда были пристанищем мирских и религиозных отшельников, искавших здесь просветление и умиротворение своей души. Известно, что около 1470 года на острове Белого преподобным Досифеем Верхнеостровским был основан мужской монастырь, названный в честь апостолов Петра и Павла. В 1584 году обитель была приписана к Псково-Печерскому монастырю. При нападении шведов на остров в 1703 году монастырь был сожжен, но уже в 1710 году заново отстроен иеромонахом Псково-Печерского монастыря Иларионом. В 1764 году монастырь был упразднен, а храм превращен в приходскую церковь. Под церковным алтарем есть подземное помещение, где покоятся святые мощи Досифея Верхнеостровского. Легенда утверждает, что под церковью есть подземный ход, оставшийся еще со времен шведского нападения. По нему монахи спаслись, когда на остров напали шведы. Выход из подземного хода должен находиться где-то на Досифеевой горке. Остров Белого является памятником природы регионального значения. На острове встречается около 188 видов растений и большое разнообразие видов птиц. В северной возвышенной части острова сохранилась сосново-еловая роща, которой очень гордятся местные жители. С высокого берега открывается прекрасный вид на озеро, и там замечательное место для отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok